Марина, привет! Привет, друзья! Сегодняшняя наша тема – указ Трампа и наше будущее. Как понимать приостановку иммиграции в США? Марина, объясняй. Я, конечно, следила за этим всем, очень была расстроена этим приказом, даже расстроена – это мало сказать, возмущена, возмущена этим приказом по нескольким причинам. Во-первых, уже все было заморожено и так. И так все, ну, я вам говорю, как адвокат, который каждый день ведет и переписку с посольствами, и звонит туда иногда, и у меня клиенты мне докладывают в прямом, как говорится, эфире немедленно, кто куда ходил, какие документы получил, какие звонки. Все было заморожено, все посольства и так закрыты. И это уже полтора месяца продолжается, и до сих пор это, конечно, все продолжалось. То есть мое мнение было то, что вообще не нужен никакой приказ, это лишнее. Это лишний раз показало американской публике, что иммигранты какие-то, ну, извините, что я так говорю, какие-то грязные, у них вирус, мы боимся вируса, не будем их приглашать. Это раз. И второе, то, что они приедут и заберут наши работы. И заберут работу. Что-что? Навезут заразы. Да, то есть, они вирусом заберут наши работы. То есть, это, знаете, как я говорю, прибавили 2 плюс 2, и получили 7. То есть, тут есть иммиграция, тут есть вирус, тут есть работа. Соединил, совершенно несоединимая. Я, кстати, когда пишу об этом, я очень много пишу, и на своей странице, и в разных группах, я совершенно против была этого приказа. И еще важная причина то, что это создает, во-первых, плохой как бы пиар для вообще иммигрантов и для иммиграции, и дает им плохую репутацию. Это раз. А во-вторых, президент не должен выпускать законы. Он постоянно своими приказами добавляет какие-то законы. Он не имеет права. У нас вообще, если кто-то знает, в Америке есть определенная конституционная система права. Есть Конгресс, это Сенат и Палата представителей. Они выпускают законы. И иммиграция, например, тоже. Есть Верховный суд, он интерпретирует какие-то, если у людей, вопросы по закону. И есть президент, который исполняет законы. Президент не должен выпускать законы. И вот он вот этим приказом, я считаю, выпускал законы. Многие со мной не согласны. Особенно, кстати, меня удивило, что со мной не согласны многие русскоговорящие иммигранты, которые здесь давно, как я. То есть я каждый день с ними спорю, веду дебаты на своей странице. Как сказал один мой друг, американец, он сказал, у них иллюзия включения. То есть у них иллюзия, что они такие, как все американцы, что они давно уже не иммигранты. Что вот иммигранты это кто-то друг, гуги. А то, что они до сих пор по-английски с ошибками пишут, и это не их родной язык, и вообще они тоже здесь гости, приглашенные, тоже иммигранты. Это все забыли. Я тоже иммигрант в первую очередь. Поэтому я очень была возмущена, но тем не менее, конечно, для своих клиентов и для вас, для слушателей, сейчас буду рассказывать, к кому это относится, а кому это не относится. Ребята, пока вы не... Сегодня он ночью, этот указ вступил в силу, да? То есть, чтобы вы понимали, в ночь, как вчера на севере, он вступил в силу. Сегодня этот приказ вступил в силу в 11.59, за одну минуту до конца дня. Значит, идея была такая, для того, чтобы сохранить работы в первую очередь для американцев, как будто бы тут просто, просто, знаете, очередь работ. И американцы просто не знают, куда им стать в очередь за этими работами. Все знают, что несчастные, новоприбывшие иммигранты, я говорю сейчас о новоприбывших, о них идет речь, они идут на самые низкие такие оплачиваемые работы. Ну, например, няни, там кто-то убирает. Конечно же, есть такие единицы, которые получают рабочие визы, приезжают сюда по каким-то экстраординарным визам, они тоже не забирают ни у кого работы. Для того, чтобы получить рабочую визу и для того, чтобы получить визу выдающихся способностей, нужно доказать, что в Америке таких нет. То есть, они не забирают ни у кого работу. И, мало того, все знают, и я буду потом сегодня это говорить, об этом и обсуждать, уже существуют очень строгие новые законы о самодостаточности. То есть, новые иммигранты, мало того, они не будут ни на каких сидеть в личных бенефитах, у них будет страховка, они уже должны доказать, что они работоспособны и идут на самые какие-то там ну, низкие, вот для новой прибывшей, кто еще плохо по-английски, говорит, работай. Американцы, не пойду убирать поля, пахать, стричь траву и так далее. Прям единицы, единицы идут на эти работы, а иммигранты идут. Понимаете? Поэтому я, конечно, возмущена. Окей. Начнем с того, к кому относится этот приказ. В первую очередь, этот приказ относится к людям, которые подают на иммиграционные визы за границей США, не внутри США. То есть, это важно понять. В первую очередь, для тех, кто за границей на сегодняшний день. Он относится к тем, кто подал на грин-карты по категориям, например, родителей граждан США, братья граждан США, взрослые дети больше 21 года граждан США и женатые дети граждан США. А можно сразу... К ним это относится. Очень дико извиняюсь, что первая, у нас очень много вопросов, да, по поводу грин-карт-холдеров, да, как бы, обострения семьи с ними и визы невесты и жениха. Кейван, можно тоже сразу вот очень быстро об этом поговорить? Это тоже замораживает лишние визы. На сегодняшний день этот приказ на 60 дней замораживает весь процесс. Просто замораживают. Не отказывают никому, не ставят ни в какой черный список, не значит, что потом откажут. Все будет продолжаться, я надеюсь, как и продолжалось раньше, но все заморожено пока из-за вируса на 60 дней. К детям и, я не знаю, другим родственникам, те, кто с грин-карта, это относится. Поэтому пока это будет заморожено. Также это относится к тем, кто оформлял значит, грин-карты по работе, так, определенные через посольство, не внутри Америки, а для тех, кто оформлял визы через работу на постоянное место жительства. И последнее, конечно же, пока заморозят выдачу виз для тех, кто выиграл лотерею. Окей? То есть пока лотерея, конечно, как вы понимаете, те, кто выиграл лотерею, последнее в списке, про какая-то лотерея, это им просто как бы повезло. Все равно есть другие мигрантские категории, которые идут впереди них. Кому это как бы не относится, кому не нужно переживать, не нужно волноваться, и просто нужно ждать пока. Кстати, все равно нужно ждать. Это не то, что вот этот река вдруг заморозило, до этого прямо активно все шло. Очень медленно все шло, никто не работает в посольстве, и даже National Visa Center очень плохо работает, на вопросы, например, не отвечает на сегодняшний день, сайт у них через день работает, если ты хочешь загрузить что-то. Один день работает, другой день я захожу, не работает. сайт на коронавирусе, поэтому не то, что это... У них сайт на коронавирусе уменьшает что-то, работать сайту им даже, да? Они прям присылают автоматический ответ, что из-за коронавируса у них очень мало людей работает, потому что кто больной, кто ушел, там и так далее. То есть в офисах вообще никто не работает, как могут работать из дома, все мы знаем, как государственные работники вообще работают очень сильно, не перетруждаются, скажем прямо, и сейчас вообще это все идет очень медленно. Посольства мне все отвечают, что у них из-за коронавируса тоже никто ничем пока не занимается, все и так заморожено, и без этого приказа, так было и до приказа. Просто приказ это на 60 дней продлевает, скажем так. Окей, кому это не отнесется? То есть мы говорим о том, что будем надеяться, карантин это в ближайшее время закончится, правильно? И, например, там 15 мая, я не знаю, никто не знает, но предположим, это будет 15 мая или 1 июня, все открывается, да? То есть есть категории, которые будут продолжать двигаться в процессе, к ним этот приказ не относится. И вот сейчас я говорю о этих людях. Это люди, во-первых, кто уже получили визы, те, кто получили визы на выезд, они получат свои грин-карты, могут ехать, не переживайте. Второе. Граждане США, подающие на своих супруг или супругов и детей до 21. То есть эти будут продолжать получать свои визы, будут назначаться интервью, это все будет двигаться вперед. То есть граждане США, подающие по браку или на маленьких детей. Дальше. Как ни странно, гостей, туристов будут пускать, также будут пускать временных инвесторов, это виза Е2 и Е1, они будут продолжать ехать. И такие есть специальные низкого класса работники, их тоже будут пускать, почему-то про них наш президент не переживает, что они заберут наши работы. Они будут ехать дальше. Дальше. Все, кто у нас в Америке уже и получает грин-карту, на них никак это не отразится. Те, кто получали грин-карту, как только откроются офисы USAIS и физически начнут опять проводить интервью, все будет идти как шло. Опять же, все равно все закрыто пока. Так что все равно никуда ни с чего в этот момент не двигается. Но когда откроют, пойдет дальше. Те, кто подал на постоянные грин-карты, на них никак это не отнесется. То есть те, кто имел двухлетнюю грин-карту, подал на десятилетнюю через форму I-751, все продолжается. Люди, которые просто подали на возобновление своей грин-карты, тоже все продолжается. Те, кто подали на убежище, все продолжается. Те, кто подали на специальные визы инвесторов EB5, это которые подают на или 500 тысяч инвестиций, или миллион долларов инвестиций, тоже никак на них это не отразится. Кстати, есть исключения для работников, ну, медицинские работники тоже на них никак это не отразится. Те, кто едут как медсестры и врачи, они будут продолжаться, рассматриваться и их будут пускать. И потом есть специальные national interest, это люди для тех, кто какие-то, ну, особую, какую-то важную для Америки проводит. Например, профессора, те, кто проводят научные исследования, их будут продолжать пускать без всякой задержки. И последнее, и это мы много этим занимаемся, это жертвы насилия в семье, те, кто получают визы U, они тоже продолжают рассматриваться без остановки. В общем, если так, в общем, да, закончить рассказ, это так, для тех, кто за границей, самые необходимые их будут продолжать пускать. Ну, это, например, супруги граждан США и малые дети граждан США, да, их будут пускать, как пускали гости, будут продолжать пускать гостей и всяких экстраординарных людей, скорее всего, тоже будут продолжать пускать. Всех остальных, всякие категории, второстепенные, да, по родственным связям, на 60 дней заморожено пока все. То есть, еще раз, я просто хотел уточнить, вот даже я для себя не до конца понимаю, я правильно понимаю, что если у нас есть невеста, да, на которую подали, например, в России, да, как бы, вот у нее есть жених, они уже подали документы, у нее вот-вот должно было быть собеседование, не успели до сегодня, да, как бы, прособеседоваться, вот эта конкретная невеста в течение 60 дней не может, как бы, идти на это собеседование. Да, будут ждать, я думаю, что через 60 дней все восстановится, я надеюсь. Хотя, опять же, он оставил, президент Рамп оставил за собой право продлить еще на какой-то срок этот приказ. Ну, это временный приказ. касается, например, да, мужа, грин-хард-холдера здесь, да, не гражданки США, если люди подали, не успели пройти интервью, то, к сожалению, они пока что на 60 дней, как бы, это все заморожено, даже если все снимут раньше, чем эти 60 дней, они пока что, да, обязаны эти 60 дней ждать, и ничего не будет происходить. А вот что касается тех людей, которые уже получили, имеют на руках иммиграционную визу, вот если они хотят завтра прилететь в США по этой иммиграционной визе, они могут или нет? Да, они могут, и не имея значения по какой-то категории, они уже получили, никаких административных функций теперь не нужно ждать, надо просто лететь. То есть вот у нас был вопрос, например, от женщины, которая в Израиле, она вырил Голотрея Гринкарт, пришла в собеседование, имеет на руках паспорт, да, как бы, и вот она, например, конкретно она может сейчас сесть на самолет и прилететь в США. или она посадит на какой-нибудь рейс, я должен приезжать и получить Гринкарту. И я вот хотела еще такую ремарку сделать, я тоже анализировала этот указ, да, ну как бы не как юрист, а просто как человек, и обратила внимание, что там написано буквально на статье тоже Рубики, мы это объясняем из комментариев Марины, что объясняется, что так как эти люди с иммиграционной визой могут мгновенно получить разрешение на работу и начать работу практически в любой сфере экономики, то они представляют как бы ненужную конкуренцию американцев, там такая формулировка, да. И я хотел сразу вот объяснить, что, ну, возможно, наш президент не понимает, что, и, возможно, есть иллюзия у наших, некоторых участников, да, как бы этого эфира, что люди, которые приезжают с иммиграционной визой, мгновенно имеют документы. Это не так, Марина? Никто вообще ничем мгновенно не получает. Там такая проблема. Мгновенно может только инсульт получить или инфаркт. А разрешение на работу идет минимум 6-8 месяцев на сегодняшний день. Вот. То есть, чтобы просто у вас не было иллюзий, что вы приезжаете и вам в аэропорту дают американский паспорт, разрешение на работу, а также как бы телефон, куда позвонить, где вам найдут работу. Нет, такого нету, и вы будете ждать документов. К сожалению, это то, что реально происходит у людей. Просто чтобы вы понимали, как бы, да, ну, то есть рассчитывали для себя, что еще будет... Конечно, и грин-карта идет месяца 3, ну, да, 4 даже. То есть, ты уже приехал со статусом грин-карты, со статусом постоянного жителя Америки. Ну, я честно скажу, если ты приходишь в учреждение и показываешь какой-нибудь штампик в паспорте, вряд ли они вас возьмут на работу. Когда-то у нас, так, с Амиго, моей мамой, у меня была такая ситуация. Мы приехали в Америку, ее уже взяли на хорошую новую работу, как медработника. Это было в 89-м году. А у нее спросили документ, пластиковую физическую грин-карту. Пластиковой грин-карты нет, сидите, ждите. То есть, даже кто, кто приезжает сюда сразу же со статусом через, например, восстанение семьи или по работе, пересекли границу, получили штамп, статус уже есть постоянного жителя США. Еще 3-4 месяца люди ждут номер социал-секьюрити. Во-первых, на работу не берут без номера социал-секьюрити. И пластиковая грин-карта где-то 2-3-4 иногда месяца идет. Ничего не единого. Что были реалистичные ожидания как бы, да, у людей. То есть, у меня есть подружка, которая сейчас как бы, да, ищет работу с тестировщиком, и вот она тоже, она в ожидании убежища, и я могу сказать, что она говорит, что у нее, ну, просто, видимо, только 30% вакансий вообще с ней хотят говорить из-за того, что у нее, хотя есть все документы, номер социального страхования, она, как и многие, ждет уже годами этого собеседования, которое еще не было, но как бы ее хотят все. Поэтому мы просто, я не хочу никого пугать, да, или как бы на негатив какой-то, да, нагнетать ситуацию, но просто она реалистично понимает, что, к сожалению, да, как бы будут трудности, и надо их учитывать, как бы, да, ну, вот как-то так. Давайте перейдем к вашим вопросам.